Здравствуй, школа! Лозунг, который из года в год 1 сентября встречает всех российских школьников. Увидеть такую надпись вот уже три года мечтают ученики 10-й школы города Димитровграда. В 2016 году учебное заведение закрылось на капитальный ремонт. Радовались этому все – руководство, преподаватели и дети. Школу должны были обновить по самым современным стандартам. Школа была запущена в 1965 году и с этого момента ни разу не было капитального ремонта. Единичные текущие ремонты были. Закрыты в 2016 году. Основные работы начались в конце 2017 года. Это были выполнены работы по водопроводу и водоотведению. Три года тянется капитальный ремонт. По словам представительницы родительского комитета, все это время детям некомфортно учиться в близлежащих школах, приходится добираться на общественном транспорте. Всему виной оказалась некачественная проектно-сметная документация и частичное финансирование. Отсюда и чахарда с подрядчиками. Основные вопросы, конечно, это к ДИПу, которые допустили такие нарушения, затягивание сроков, опять же, не только от них, это от области, от города, где финансирование очень слабенькое и частичное было. И, соответственно, работы велись частично. Ну и оттуда много подрядчиков, каждый недобросовестно относился к своей работе. Много нюансов таких, что мы-то хотим качества и быстро выполненных работ. В итоге за три года поменялось несколько фирм-подрядчиков, которые делали один хуже другого. Так, новую проводку в здании сожгли, стены до конца не выровняли, плитку положили плохо, а подоконники и окна и того хуже. Устав от произвола бизнеса и равнодушия местных властей, руководство школы и родители обратились за помощью лично главе региона. В итоге контроль над процессом ремонта здания взяла на себя областная власть. О ходе работ было доложено на совещание, которое прошло в школе номер 9 в рамках рабочей поездки Сергея Морозова в Димитровград. Только в 2019 году предусмотрено почти 8,5 миллионов рублей на ремонт и еще 10 миллионов муниципалитет будет выделено дополнительно. Школа должна в новый учебный год, в следующий учебный год. Я сразу еще раз повторяю, я говорил об этом недавно, когда посещал. То есть к 1 сентября в идеале 2020 года быть готовы. То есть у нас чуть больше года. Работа, конечно, предстоит колоссальная, но время тоже есть. На встрече с педагогами и родителями участники совещания говорили о подготовке городских школ и детсадов к новому учебному году. Около 50 миллионов рублей в этом году потратят на замену старых оконных блоков, ремонт кровли и начало строительства новых зданий. Время движется вперед. Сейчас активно по указу президента на территории Российской Федерации, в том числе и на территории Ульянской области, реализуются указы президента. Поэтому, конечно, будет обсуждаться и эта тема, и Димитровград у нас не в стороне, потому что здесь совсем недавно построен детский сад. Планируется строительство еще одного детского сада, еще одной большой школы. В капитальном ремонте находится школа, которая будет, номер 10, которая будет существенно модернизирована не только со строительной части, но и с части содержания образования детей. В данной школе появится дошкольная группа для того, чтобы обеспечить преемственность образования. Участникам совещания была презентована концепция интерактивной модели многопрофильной общеобразовательной школы, школа, колледж, вуз, предприятия. На базе школы номер 9 планируется выстроить сетевое взаимодействие между Димитровградским технологическим колледжем, Димитровградским инженерно-технологическим институтом, Московским государственным университетом технологии и управления имени Разумовского и публичным акционерным обществом КАМАЗ. Срок реализации проекта – 6 лет. Мы разработали интерактивную модель многопрофильной общеобразовательной школы, школа, колледж, предприятия для сотрудничества, чтобы по профориентации мы детей могли определить, начиная с начальной школы и заканчивая, уже выпуская выпускников, могли определить в колледже, вузы. И затем уже сотрудничая с предприятием, могли они после колледжа спокойно найти работу. Представители власти и общественности обсудили льготный проезд школьников. Уже сегодня перевозчики закупают кассовые аппараты, которые будут считывать финансовые средства по карте школьника. А профильные министерства решают вопрос по установлению лимита поездок в общественном транспорте. Глава региона дал поручение в течение двух недель решить все спорные вопросы, чтобы иметь возможность уже в ближайшее время подписать соответствующее соглашение. Так что можно сказать, что новый учебный год в Димитровграде начнется совершенно по-новому. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ.